Как поменять фамилию в квитанциях об оплате за коммунальные услуги, куда обратиться и какие документы нужно иметь при себе? Обо всем об этом смотрите в нашей программе. Один из наиболее часто задаваемых вопросов у алматинцев, как переоформить квитанцию по оплате за коммунальные услуги с прежнего владельца на себя. Информация в квитанции Алсека печатается на основе данных, предоставляемых поставщиками услуг. Это же касается и информации о владельце строения дома или квартиры и количестве проживающих. То есть, если есть необходимость переоформить квитанцию на свое имя или же поменять количество проживающих в доме или квартире, потребителям необходимо обратиться к одному из пяти крупных поставщиков коммунальных услуг. А именно Алматы Энергосбыт, Алматинские тепловые сети, государственные коммунальные предприятия Бастау и Тоспасу и единственная крупная мусоровывозящая компания, которая может менять информацию, это Тортыб. Это нужно обратиться к поставщику, как правило, нужно прийти к ним и предоставить пакет документов, которые подтверждают то, что произошли какие-то изменения. Так, если вы обратились в районное отделение Энергосбыта, то при себе вам необходимо иметь оригиналы и копии следующих документов, заявление, шаблон которого вы можете найти на сайте Энергосбыта. Удостоверение личности ТИИН, последний оплаченный счет квитанции, для жителей частного сектора иметь при себе госакт на земельный участок, технический паспорт на квартиру или план дома, договор купли-продажи, завещание, дарение или наследство, адресную справку из ЦОНа на каждого прописанного человека, справку формы 2 и обязательно произвести акт сверки счетчика электроэнергии по предварительной заявке. Он обязан, потребитель, написать заявление в тот РОЭС, в котором он обслуживается. У нас по городу 6 районных отделений. В течение двух дней оформляется, если он все документы предоставляет. Представители Энергосбыта советуют, прежде чем покупать квартиру, лучше всего обратиться к ним и уточнить, есть ли долги на старом владельце квартиры. Мы всегда просим, чтобы, когда покупают квартиру, обязательно предварительно обращались в энергопередающую компанию, вызывали контролера, который придет, заактирует показания со счетчика и оформит и скажет, что там есть нарушение или нет, пломбы сохранены или нет. Если долги все же имеются, тогда составляется акт сверки показания счетчиков, который должен подписать бывший владелец квартиры. Только после решения вопроса с долгами новый владелец сможет смело переоформить квитанцию на свое имя. Тарифы за холодную воду и канализацию в Алматы – одни из самых низких по сравнению с другими регионами страны. На сегодняшний день тариф на водоснабжение составляет чуть больше 55 тенге, на канализацию – 28 тенге, чуть больше 28 тенге. Соответственно, эти расчеты берутся за 1000 литров, то есть за 1 кубический метр. По словам представителя поставщиков услуг, эти тарифы намного ниже, чем за другие виды коммунальных платежей. То есть в среднем один человек в месяц за воду и канализацию платит чуть меньше 300 тенге. Эта цена, которая установлена была, тариф в прошлом году, этот тариф будет действовать в течение трех лет. Несмотря на то, что в Алматы дефицита воды нет, сотрудники предприятия все же просят потребителей экономить водные ресурсы. Соответственно, каждый житель нашего города может внести свою лепту в экономию воды. И одним из средств экономии воды – это установка приборов в учет. Чтобы подробнее узнать, как установить приборы учета воды, вам необходимо позвонить по телефону колл-центра 377-74-44. Также всю информацию можно найти на сайте предприятия. www.almatysu.kizat Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова